Пентагон обеспокоен возможностью поражения в космической войне с РФ и КНР 11 апреля 2019 года известия РУ Пентагон обеспокоен возможностью поражения в космической войне с РФ и КНР Источник изображения – фото Global Look Press, Ron Sachs Исполняющий обязанности главы американского Минобороны Патрик Шинахан заявил, что США могут проиграть Россию и Китаю в случае военного конфликта в космосе Об этом он рассказал во вторник, 9 апреля, на конференции в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо Следующий крупный конфликт может быть выигран или проигран в космосе Мы должны столкнуться лицом к лицу с реальностью Оружие наших соперников может атаковать наши активы в космическом пространстве, цитирует Шинахана The Washington Examiner По его мнению, и Россия, и Китай уже развернули новейшие вооружения, способные в случае военного противостояния нанести урон американским спутникам, системам навигации и коммуникации Глава Пентагона уточнил, что своим основным космическим конкурентом Вашингтон считает Пекин Москва, по его словам, также развертывает новые формы вооружения, в том числе гиперзвуковые ракеты, которые американские военные не способны отследить Из-за их, РФ и КНР, действий космос это больше не убежище, а поле боя Это не будущее, не гипотетическая угроза, а угроза настоящего, заключил политик В конце февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал меморандум о создании космических сил США Позднее он заявил, что американская администрация признала космос военной областью и сделала создание космических сил приоритетом национальной безопасности 18 января российский МИД призвал США отказаться от попыток перезапустить программу бывшего президента Рональда Ригана «Звездные войны» на новом технологическом уровне Особое волнение у дипломатов вызывают положение, касающееся планов развития космического сегмента ПРО В ведомстве считают, что подобные идеи и их реализация неизбежно приведут к началу гонки вооружений Право на данный материал принадлежат известиям РИИ Материал размещен правообладателем в открытом доступе